Из всей кучи разноцветной одежды приглянулась Айчурек-юбочка. Правда, она немного великовата, а то, что совсем в пору брат с сестрой надели сразу. Я люблю одеваться в корейском стиле. Ношу в основном спортивное, так же, как актеры в моих любимых сериалах. Корейские фильмы она полюбила еще из-за хэппи-эндов. Ее жизнь сейчас как раз-таки смахивает на сценарий Дорама. Еще вчера для того, чтобы купить хлеба, ей приходилось собирать пакеты и сдавать их. А сегодня дома столько еды, что у младшего брата глаза разбегаются. Такого мои дети не ели. Сладкая, банана, сметана, яйца. Все это принесли после того, как местные журналисты рассказали Айчурек. О том, как в 13 лет девочка кормит всю семью, братика и мать-инвалида. Ее телефон не смолкает с самого утра. Рыскан, кажется, до сих пор не верится. Столько людей могут помогать бескорыстно. Пять лет назад она пережила инсульт. Отнялись ноги, одна рука. Потом бросил муж, и все заботы по содержанию семьи легли на плечи ее дочери. Ей пришлось трудно с детства. Я очень часто думаю о том, как ей тяжело. Дочка знает это и старается не расстраивать меня, потому что у меня может подняться давление. Каждый день после школы Айчурек вместе с подругой идет на рынок собирать пакеты. Надо успеть, пока не придут другие дети или дворники, их конкуренты. Дворники гоняют нас, а мы от них прячемся. Иногда они отбирают наши пакеты, а мы ничего не можем сделать. Два мальчика из школы увидели, как мы собираем пакеты, и они про это всем рассказали. Они говорят, что мы собираем коробки. Мы поругались с ними. Я сказала им, что я работаю, потому что моей семье приходится тяжело. И сказала, что он издевается над нами только лишь потому, что ему самому не приходится работать. Эта история растрогала даже взрослых мужчин. Суровые дядечки в форме, целые коллективы разных ведомств или просто незнакомцы несут и несут еду, одежду, деньги. Мы не хотели афишировать это. Не знали, что здесь снимают. Никогда не просившая ни у кого помощи. И, наверное, поэтому так всех удивившая. Она не знает, как благодарить за это. Говорить самое большое желание исполнить никто не может. Ей хочется, чтобы мама вылечилась. И брат не болел. У него нашли артриты, и врачи боятся, что и он не сможет ходить. Поэтому теперь Айчурек мечтает стать не танцовщицей, как раньше, а врачом, чтобы вылечить маму с братом. Чубек Бегалей, Вазат Антымаков. Настоящее время. Пешкек, Кыргызстан.